Конечно, когда я был во Франции, на берегу, я, конечно, ну, ел побогаче, побогаче и получше. Серёга на меня орёт, что я нахожу... Я не ору. Орёт на меня за камерой, что я нахожу... Ору на тебя. Офигеть! И понимаю, что Вася летит в мою задницу. Боже мой, я страстная богиня. У меня тут клумба в ушах. Можно цветы выращивать. Не цветы, откуда ты там из Хабара, скажешь? То, в принципе, ну, сойдёт вообще нормально. Доброе утро, друзья. Видите, после Ламбока привык есть бомж-пакеты на завтрак. Но у нас сегодня важная задача. У нас перед вами есть долг. Мы должны вам показать район Джимбаран. Очень важно показать рыбный рынок и купабельные пляжи. Сейчас отправляемся в Джимбаран и заодно заедем в Чингу, покажем вам чёрный пляж с вулканическим чёрным песком. Вот так. И Валентину красиво пофоткаем, потому что наш дружище оказывается фотограф начинающий. Вот. Будет интересно, не переключайтесь. Вот вы и попались на наш видосик. Короче, это Вася, а это Настя. Сегодня было испытание для Васи в школе экстремального вождения Dream and Travel, в чём заключался его экзамен. Я обгоняю медленный грузовик и мне навстречу выбегает собака, прям по междороге моей. А сзади летит Вася ещё обгоняет. Я оттормаживаю, чтобы не сбить эту собаку и понимаю, что Вася летит в мою задницу. Но Вася у нас справился. Всё-таки человек с Хабаровска, а там в жизни не такие экзамены преподает. Поэтому как-то ты слабенькая. Давай я расскажу. Едет грузовик. Такой небольшой. Скорость примерно, наверное, где-то около 100 у него километров в час. В общем, он летит так нормально. Тут Серёга на 100 где-то решает его обогнать. Где-то 180 примерно вылетает. Он его прям обгоняет на 180. И тут я такой тоже. Хоп, ну у меня-то байк помощней. Скупит. Вот он, красавчик. Короче, Серёга его обгоняет прям. Ну, где-то примерно скорость звука. И я вот за ним, ну, подуспеваю. И, в общем, и тут вылетает собака, короче. Собака вылетела. Серёга тормозит. Я торможу. И мы не вылетаем, короче. Я с ног... Вот это. Вот этой вот ногой. Суперменская нога. Вот так. Аааа. И асфальт, знаешь. Да-да-да-да. И 180. Серёга только уворачивается от нас. Я их подхватываю. Мы вместе падаем. Вот так по асфальту, короче, крутимся. Встаём, отряхиваемся. И вот мы тут. А ещё он забыл сказать, что собака была размером с корову. По-моему, это и была корова. Наша команда спускается на чёрный пляж. Ёпта. Классные кроссы купил себе. Офигеть! А Серёга сзади в пры-прыжку просто, вообще. Что-то этот пляж оказался какой-то нифига не чёрный. Не такой, как нам надо. Мы сейчас немножечко осмотримся, так сказать. Пройдём в одну сторону, в другую. Если он нам не подойдёт, то поедем на другой. Вася уже, в общем-то, перепрыгнул. Осталась Серёга. Мы просто с Настей вон там, вон, перешли. Я босиком прыгаю, я боюсь карты. Да не бойся, всё нормально будет. Серёга, я в тебя верю. Серёга, здесь кремация. Браво! Ты как балерина прямо. Советский цирк. Что за старпёрские песни? Пляж дерьмо, фоткаться здесь не получится. Едем на другой. Дорога к другому пляжу ещё хуже, чем к первому. Серёга на меня орёт, что я нахожу... Я не ору. Орёт на меня за камерой, что я нахожу... Ору на тебя. Мне девочка скинула, которая в Ченгу живёт, тот пляж. А этот пляж я уже нашла сама. Ну, типа, Сергей не хочет искать, а она мне предъявляет, что я нахожу какие-то плохие пляжи. И он ещё хочет, чтобы дорога была хорошей, ну, типа, к безлюдному пляжу. Что ты скажешь в своё правдание? Я скажу, что в Бали везде дороги нормальные. Но Валюша умудряется найти именно те пляжи, где дорог просто не существует. Как будто я специально их ищу. Вот я буду ржать, если мы приедем, а там, блин, херня какая-нибудь. Ребята, наверное, нас убьют. Дорога просто дичь, но вроде бы пляж пригоден для фоточек и видео. Мне кажется, ребята нас сейчас убьют, ну, меня, по крайней мере. Google всегда возит, по-самому, тебе. Да. Ну, что, идёт рабочий процесс. Вася фотографирует Валентину на чёрном песке. Фотки должны получиться пушечными. Но пока мы искали пляж, солнце всё выше и выше поднимается. И уходит это драгоценное время, когда можно сделать классные фоточки. Поэтому всегда фотографы фотографируют либо на рассвете, либо на закате. Мне кажется, она безнадёжна, нет? Валя, майор, давай, Валя, покажи нам всё, что ты можешь вообще. Самое интересное будет, когда мы будем внизу снимать. Когда Валюха будет типа, я, Валюха. Измазывался песком, говорит. Боже мой, я страстная бакиня. Субтитры делал DimaTorzok Песок такой чёрный-чёрный прям. И он с краплениями, такими золотистыми как будто. Он весь блестит. Вам, наверное, не видно, но он блестит. Рабочий процесс. Вася у нас начинающий фотограф, поэтому кому нужны фотки на Бали, он в ближайших полгода будет здесь. Соответственно, раз уж он начинающий, денег он много не попросит. Ссылочка будет на него в описании. В инстаграм прямо ему пишите и договаривайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Шевалюха, как тебе фотосессия? Смотрите, у неё тут клумба в ушах. Можно цветы выращивать. Блин, ну это, конечно, сложно. Нам сейчас ехать ещё на Джамбаран. Ну, на Джамбаране там ещё хуже вообще. Там рыбой воняет, нормально там всё. Ничего нас... Да, мы там будем как свои. Просто как будто бы только что с моря выползли. Как тебе Вася в роли фотографа? Вася огонь! Я уже говорила Васе об этом в инстаграме. Кто не подписан на мой инстаграм, ссылочка в описании. Подписывайтесь, там фотки можно посмотреть, которые Вася сделал мне. Ну и Васькин инстаграм оставим. И Васькин инстаграм оставим. Так уж и быть. Васька, твой инстаграм оставим. Чё ты делаешь? Кроссовочки? Вот человек догадался, на чёрный пляж пришёл бы в кроссовках. В чёрный. И в белый. Ну, хорошо. Но белые майки, молодец. Это стильно. А, стиль, да? Да, да. В заднице у всех песок стопудово, да? В волосах песок, в ушах, во рту. Здесь мы только в заднице, да? В попе, в писе, везде. Короче, чтобы вы понимали, дорога жёсткая. Мы ехали через всё Куту, потом Джимбаран. И вот этот человек на скупе пытался за нами поспеть, и он справился. Поэтому школу жизни Dream and Travel он прошёл однозначно. Конечно. Dream and Travel ездит без поворотников. Им срать вообще. Вот, вот, вот. Это тебе предъяват, ездить без поворотников. Если бы мне штурман заранее говорил, где поворачивать бы, я бы показывал. За полтора километра. Поворот налево. Резкий поворот. Серьёзно. Ты что меня жалуешь? Я говорю, можешь хотя бы за 500 метров говорить? Я говорю, можешь за 500 метров? Ладно, короче, всё нормально. Мы приехали, и сейчас будем есть. 12 часов дня, мы уже проголодались. Первое, что нужно сделать, это заткнуть слез и идти. Ладно, привыкнем. Дело привычки. Заходим, в общем-то. И несёт дерьмом. Чё тут всё? Лобстеры, рыба, кальмары. Тут разного размера. Какого хочешь. Тут тунец, вишнику большой, да? Поменьше. Вот креветки. В первом месте мы спросили, сколько стоят сам большие креветки. Он спал 160, но мы, блин, помним, что цены были ниже. Поэтому сейчас будем искать какого-нибудь другого и торговаться. В следующем месте они чуть поменьше, но уже 130. Там тоже есть? Да, да. А, ну вот давайте узнаем. Блин, два нища, конечно, здесь жесть. Смотрите, головы рыбы. Здесь так узко, что просто невозможно. Короче, берём вот такие вот за 125. Такие 130, да, он сказал? Такие вот чуть больше 130. А, 140. Такие 140, такие 125. Но всё равно, блин, это... Они над нами ржут 100%. Для местных другие цены. Но чё поделаешь, если мы белые? Чё поделаешь? Сейчас мы ещё решили взять... Мы пытались, да, замазать. Да, да, мы пытались сегодня чёрным песком замазаться, но не получается. Всё остыпается, наша натура идёт изнутри, короче. Ой, каламбуры пошли. Thank you. Проверяйте поддачу. Всё правильно? Всё, окей, окей. Ищем, короче, гребешки. Для того, чтобы они были свежие, они должны быть прям закрытые. А здесь в основном все приоткрытые. Особо чувствительным сюда не заходить. Окей, 67. В общем, самый ужасный этап. Мы преодолели. Мы зашли на рынок, мы всё взяли, всё, что необходимо. Сейчас осталось самое приятное. Взять кивка, оставить это, чтобы нам всё готовили, и наслаждаться. Куда-нибудь выйти уже, да? Здесь можно дышать. Здесь, короче, возле рынка очень много кафешек, в которые вы приносите свои морепродукты. Они их взвешивают. И в зависимости от того, там, сколько килограмм, означают вам какую-то цену небольшую. Также они подают там рис, различные соусы. И у них можно взять напитки, там, пиво, воду, соки и так далее. Вот есть варунг дже-джек, а есть варунг ву-вивин. How much one kilo? 20. 20, 20. У нас 2,5 килограмма. 20 тысяч 1 килограмм они приготовят. Супер! В комментах пишут, что я давно. Но этого не делал. Поэтому специально для вас. А сейчас моя любимая рубрика. Пара-ба-бам! Хочу пожрать. Ох, ребята, сегодня рубрика «Хочу пожрать» прям офигенская должна получиться. Итак, у нас здесь есть килограмм креветок. Почти килограмм кальмара. 600 грамм. 600 грамм. И, конечно же, гребешков мы взяли тоже килограмм. Все с соусами. Здесь еще подают рис обычный, но мы его не брали, потому что рис для слабаков. Уже слюни просто капают у меня с бороды. Мы не так часто едим морепродукты, но это божественно. Креветки с чесночным соусом. Просто объедение. Кальмар непередержанный. Прям знают мужики, как здесь готовить. И гребешки. Я не очень гребешки люблю, но вот ребята говорят, что он просто божественный. Поделись впечатлением, как главный обжора нашей компании. После меня сразу. Это хорошее звание, на самом деле. Я горжусь тем, что я обладаю даром обжорства. Да. Что тебе, как тебе креветочки? Знаете, конечно, когда я был во Франции, на берегу, я, конечно, ел побогаче, побогаче и получше. И пиво было и лучше. Вот знаешь, Балтику. Вот Балтика и то вкуснее вот этого бентанга. Но, правда, во Франции ее не было. Во Франции я пил совсем другое пиво. Хоулайнер или Шпатен. Немецкое во Франции. Если ты откуда-то там из Хабаровска, то, в принципе, ну, сойдет вообще нормально. А так, конечно, если ты с Францией, то даже не едь. Оставайся во Франции и ешь там. Если ты голубых кровей, да, особенно, сиди дома. Да, как Настюха. Настюха, что вы скажете, попивая бентанг с горла? Как вам? Вкусно. Вкусно? Это единственная твоя эмоция. Гребешок. Очень вкусные креветки. Очень вкусные. Кальмар не очень. Мне понравилось вообще все. Приготовлено все очень хорошо. То есть ничего не передержано. Просто у всех разные вкусы. Мне понравились и креветки, и гребешки, и кальмары. Но вот по количеству пустых тарелок, понятно, что вот гребешки ушли первыми. Потому что вот эти два человека, они просто гребешки смели, я не знаю, метлой, знаете, за две секунды. Вот сейчас уже тянется к кальмару. Короче, очень вкусно. Обязательно, если вы на Бали, то этот рынок, это то, что нужно обязательно посетить. Везде, где вы будете заказывать морепродукты, они будут дороже. И не так вкусно приготовлены. Это прям колоритно. Воняет, конечно, жутко. Хочется обливать. Но потом ты садишься... И все это от валюйки при чем-то. Но потом ты садишься, тебе приготовили эти морепродукты, и ты забыл уже все, и ты прям кайфуешь. Вот. Супер. А еще у тебя нос в этом соусе. Че страшно? Ребята, приезжайте, кайфуйте. Как обычно, гео-точки все внизу, все для вас, для наших родненьких. С нам подожди, ребята. На русском? Они играют прям для меня. Для меня. На русском? На русском? Слышите, на русском поэт? Да. Так, Женью. Красой. Да. Офигеть. Мы знаем этих ребят, просто в прошлый раз мы их тоже видели. Девочка война. Вольна. Вольна? Вольна! после плотного обеда мы приехали на пляж джим баран я вам скажу я просто не ожидала что здесь так хорошо волны конечно есть но не особо большие принципе легко можно зайти и купаться вот там вот смотреть на самолеты самолеты здесь взлетают садятся шикарный вид пляж широкий есть много кафешек на берегу варунга мне нравится этот пляж здесь реально можно искупаться без волн для тех кто боится прям вот где нету волн на бали нет волн да и такое грязное да здесь просто песок не светлый а темный вообще район джим баран очень неплохой здесь можно вселиться потому что рядом вот такой хороший пляж рядом в принципе букит то есть можно посмотреть не только джим баран но и соседние пляжи и здесь очень хорошо развита инфраструктура то есть здесь большое количество кафе ресторанов там всяких банков массажных салонов всего-всего реально цивильно есть тротуары можно гулять ходить и самое главное что для многих что океан без волн точнее есть волны но они совсем минимальный и можно наблюдать как садятся и взлетает самолета также здесь есть лежаки их можно взять в аренду лежаки кстати 100 тысяч за двоих ну то есть в принципе нормально что наступил вечер наши новоиспеченные друзья устали сегодня нет еще на завод до сходить но ты выглядишь очень свежо у меня кстати загар вот так вот сегодня я в родном и ноги видел что три брата белая ляжка называется зачем вы свои ноги показываете загар строить что-то мы с тобой такие дадыки устали мы короче на самом деле приехали ужинать в одно очень клевое место и как жаль мы нашли его только под конец но как бы мы про него знали вот она называется famous мы проезжали мимо каждый раз проезжали но такие но как-то странно она выглядит и почему-то не заезжали хотя даже на вывеске нарисована пицца написано цена дешевая 39 может мы думали что здесь не вкусно может мы думали что здесь не знаю плохо как-то в итоге мы сюда приехали потому что настя сказала что нужно заехать мы охерели от того как здесь вкусно и дешево поэтому мы напоследок решили это место показать вам что если вы будете в будет то рубрика хочу пожрать уже одобрила это уже уже одобрила да знаете что вам скажу все что мы до этого рекомендовали забудьте про это вот это место в углу будет до 100 процентов по цене качеству и нет налогов пойдем короче заходим здесь видите такой под навесом зал там такая барная стоечка стоит какой-то красный хал значит смотрите цены быстренько пиво бинтанг маленький 25 большой 35 коктейли по 49 безалкогольные по 29 это мы очень дешево туна татаки это вот сейчас мы вам покажем мы заказываем этот тунец нарезаны слайсами боже мой это очень вкусно салаты от 39 тысяч пасты от 35 тысяч пиццы от 34 тысяч есть маленькие есть большие в общем то оставьте на паузу здесь горящие блюда рыба мясо есть азиатская кухня есть также детское меню если вы с детьми и есть десерты блинчики мороженое где мы были все время пока мы жили в убуде почему мы сюда не приезжали очень вкусное место мы его прям от души рекомендуем и что важно здесь нет налогов и очень приятный интерьер как днем здесь красиво все в зелени так вечером зажигаются огни народа конечно здесь много но место популярное почему бы и нет так быстро как здесь нас еще нигде не обслуживали на бали просто милкшейк принесли за две минуты и блюдо нам прошлый раз когда мы здесь ели мы уже здесь ели если бы мы здесь не ели мы бы так вам точно не советовали это место поэтому блюда тоже принесли как-то максимально быстро возможно конечно просто когда мы болтаем у нас время летит очень быстро каждый раз когда мы с ребятами с васей и со снасти каждый раз когда мы с васей обсуждаем кирилла и диану я называю их неправильно что они теперь думают что мы всегда не было еще не дня когда я не слышал о диане просто диана и кирилл мы просто вас очень хорошо вспоминаем как нам было классно здесь вместе на бали и каждый раз я вас называю неправильно говорю либо диану все время ты так говоришь говорю диану и кириллу или кирилла и диану попадания не было нормального ребята вам привет боже мой простите меня пожалуйста но я всегда говорю неправильно вас вот как так быстро вообще всегда а у вас то же самое блин а давайте тогда мы подождем все до это тунна татаки это божественно это чикен-машрум пюрешка с курочкой в соусе и с грибами смотрите ребят ничего нет они просто ничего не едят а мы с серёгой вот три блюда взяли на самом деле здесь очень быстро готовят как я уже говорила и наш счет был первым счет ребят второй поэтому им должны принести вот с минуты на минуту ну все наконец ребят наши принесли буквально три минуты мы подождали ребят я уже попробовал пасту это что-то с чем-то одна из лучших паст которые вообще пробовал в мире да я правда не был в италии но я вам скажу что большинство готовят его с луком пасту с луком готовят здесь все четенько вообще класс супер советую я лично советую на и соус такой прям супер как вам место вообще топчик обжирамба обжирамба но новый знак качества обжирамба мы прощаемся с ребятами ну что мы уже уезжаем в новую страну ребят остается на вали мы будем по нему очень скучать будем по вам скучать обнимитесь обнимитесь ну дружище а ты как мой крайне доволен посмотри на него да вообще я думаю плотно ты подзабился что тебе как цены как качество еды на высоком уровне да опять же во франции когда я ел омара с паштетом из гусей программ называется я просто не знаю как это называется у простых людей у нас это называется печень из гуся и мы наели с валентиной на 179 хороший вечер но нам надо ехать на массаж и отдыхать потому что скоро в новую дорогу к сожалению тяжелая конечно работа блогера но кто на что учился как говорится кто-то учился на виноградниках во франции есть печенку из гуся понимаете да что еще в этом ели у себя во дворцах ну это было в румынии самый прекрасный дворец мой дворец самый прекрасный в румынии в румынии что едят в румынии расскажи нам румынцы едят в румынии бедно конечно я заказываю полгода из франции гусиную печенку да 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 ну вообще прикольно прикольно смотреть вот на вот эту вот всю челядь короче ладно ребятки ставьте лайки подписывайтесь на канал на наши инстаграмы обязательно и этот колокольчик чертов тоже ставьте нам будет приятно мы все видим кто ставит колокольчик а кто нет тобой следим за вами так что ставьте колокольчик пишите комментарии и увидимся уже